Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в среду за богослужением читается Евангелие от Марка. Глава 10, стихи с 11 по 16. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Глава 10, стихи с 11. Глава 10, стихи с 11. Прочитаем вместе этот текст в русском синодальном переводе. Он же сказал им, кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложил руки на них и благословил их». Господь наш Иисус Христос, отвечая на вопрос фарисеев о возможности расторжения брака, указывает на богоустановленность и неразрывность брачных уз. Как мы отмечали в прошлой программе, жестокосердие и гордость разрушают саму основу брака, которой является любовь. Идеал отношений между супругами раскрывается в смирении друг перед другом и в стремлении понять другого человека. Но для тех, кто не желает уступать, пребывая в состоянии гордости и не стремится сохранить брак, Спаситель произносит следующие слова. «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Апологет, то есть философ, защищавший христианство, Афиногор, Афинский, живший во II веке, рассуждая о словах Христа, пишет. «Не усердие в рассуждениях, но пример и прилежание в делах обнаруживают наше подлинное существо. Потому возможно оставаться либо таким, каким был рожден, либо один раз вступить в брак. Ибо повторный брак – прелюбодеяние, хотя и под благовидным предлогом». По всей видимости, во время беседы Христа с фарисеями вокруг стали собираться люди, и в том числе женщины с детьми. Женщины никогда не упускали возможность поднести своих детей под благословение известных раввинов, особенно старались это сделать в годовщину рождения ребенка. Так и в этот раз. Матери начинали приносить своих младенцев ко Христу. Вера народа была настолько велика, что одно возложение Господом рук принималось как благословение для детей. Спаситель вместе с учениками направлялся в Иерусалим на праздник Пасхи, который должен был стать для него последним в земной жизни. И ученики, стараясь уберечь учителя, не допускали приносящих. Увидев это, Господь вознегодовал и сказал, «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Не отвергая младенцев, но с удовольствием принимая их, Господь научает смиренно мудрю и тому, что Царствие Божие необходимо принять в свое сердце с таким же чистым, невинным и непорочным расположением духа, какое бывает у малых, нравственно неиспорченных детей. Как отмечает блаженный Феофилакт, учит он и словом, говоря, что таковых есть Царствие Небесное, кое имеет расположение детское. Дитя не превозносится, никого не унижает, ни злобиво, бесхитростно, ни в счастье не надмивается, ни в скорби не уничижается. Но всегда совершенно просто. Поэтому, кто живет смиренно и ни злобиво, и кто принимает Царствие Божие как дитя, то есть без коварства и любопытства, но с верой тот приятен пред Богом. Любовь свою к детям Господь объясняет указанием на достоинства их. И эти достоинства ставит примером для подражания всем желающим войти в Царствие Небесное, говоря, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. Преподобный Иустин Попович говорил, «Спаситель благословил детей и молился Богу о них, ибо жизнь слишком серьезная и скорбная тайна, чтобы дети могли без Бога войти в нее и жить ею». Ученики запрещали приводить детей Господу Иисусу не по гневу или по ненависти, но по желанию, чтобы они не мешали Господу при проповеди Евангелия и Царства Небесного. В ответ на это Спаситель дает своим ученикам новое богочеловеческое благовестие. Дети самим тем, что они дети, обладают Царствием Небесным в незлобивых душеньках своих. Во взрослых сладострастие сделало свое дело, вытеснило или вытесняет все Небесное, Божественное, Бестрастное, уменьшает Божественную истину в человеке и Небесную правду и Небесную любовь, через которую Небо и царствует среди ангелов и среди людей. Кто не принимает проповеди о грядущем Царстве с детской доверчивостью, кто не верует всем сердцем во Христа, тот не может войти в Царство Божие. Как дети полностью доверяют родителям, так и мы, дорогие братья и сестры, должны доверять Господу, преклоняясь пред Его величием, сохраняя способность повиноваться Ему, прощать и просить оставления грехов с благодарностью и смирением, принимая Его бесценную любовь. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Продолжение следует...